Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой Эпштейн На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас в этот прекрасный зимний день Сегодня нас радует солнышко И в гостях у нас прекрасная скрипачка Илза Кирсанова Здравствуйте Которая работает в симфоническом оркестре В ЛНСО, правильно, да? Да, Латвийский национальный симфонический оркестр А также является активным солирующим исполнителем И радует нас ежемесячно сольными программами Мы об этом сегодня будем рассказывать Ну а начнем с нашей афиши Которая, как обычно, начинается в среду Сегодня есть концерт в Томском соборе Ну а мы начнем все-таки с завтрашнего дня Вообще декабрь меня настолько радует Потому что мне кажется, что декабрь в культурной афише Это вершина всего года Когда я жила в России, я не замечала того, что в декабре Такое количество мероприятий Хотя, конечно, тоже все театры активизировались И знаменитые концерты Юрия Башми Это 31 декабря и в Большом зале консерватории И в концертном зале Чайковского Но все-таки, мне кажется, Рига Она переплюнула в этом смысле Москву И огромное количество так называемых То есть огромное количество рождественских концертов Которых хочется рассказывать, рассказывать и рассказывать И более того, я вижу, что очень много желающих посещать эти концерты И в традиционных концертных залах Это и Большая гильдия, и Малая гильдия И, конечно, оперный театр Где сейчас фактически каждый день идет щелкунчик Как многие музыканты оперного театра шутят Что начался сезон щелкунчика Потому что он идет два раза в день по выходным дням И, конечно, это многочисленные концерты Как, например, ежегодные концерты Инессы Галланте В Домском соборе И ее концерт 14 декабря в 18 часов уже полностью продан То есть более тысячи человек захотели прийти на этот концерт И сделали дополнительный концерт в 15 часов Но, помимо этого, в этот же день много других мероприятий Когда я готовилась к сегодняшней программе На многих из них также было написано «продано», все продано Представляете, как мне, как музыковеду, как органистке Насколько это отрадно видеть, что в Риге столько страждущих до музыки До классической музыки Ну и давайте начнем нашу культурную афишу 12 декабря в музыкальном доме Дайлис Раймонд Паус и Зигфрид Мукту Павелс Представляют, опять-таки, рождественскую программу Это будет программа, посвященная музыке Раймонда Паус И исполнять будет интересный квартет То есть это, скорее, такая околоклассическая программа Но так как это маэстро Раймонд Паус Мы не можем обойти его своим вниманием Музыка полностью Раймонда Пауса на стихи наших соотечественников В этот же день в культурном доме ВЭФ Гитаристы Айверс Херманис и Эрикс Упеникс Тоже представляют рождественскую программу Это произведения и классики, и современной музыки 13 декабря, это уже пятница, в Большой Гильдии На мой взгляд, уникальный концерт, который нельзя пропустить Это симфонический оркестр будет Вы, кстати, Елза, будете там играть? 13 декабря, напомните мне, что это за программа Там будет Вольфгенка Модель Моцарт, концерт для кларнета Да-да-да, это программа, которую мы сейчас готовим Вот-вот, да, то есть концерт называется Моцарт и Чайковский Мне, как русскому музыковеду, отрадно видеть, что Чайковский На самом деле очень любим и латвийскими музыкантами Да, и вы знаете, если я могу дополнить В этот раз действительно приходите Будет очень хороший Чайковский и очень хороший Моцарт Потому что очень хороший солист И действительно, мы просто обожаем нашего дирижера Который с нами сейчас работает Это Фуат Ибрагимов Да-да, он здесь пока еще неизвестен Это азербайджанский, правильно? Да, но мы очень надеемся, что ему здесь тоже понравится И что он захочет к нам ездить чаще Потому что мы сейчас... Ну, ладно, я буду отвечать за себя Но я иду на работу как на праздник Мне очень-очень нравится, как он работает Особенно Чайковского Он очень детально подходит к тексту И он действительно работает в приоритете музыкой Он действительно делает очень хорошую музыку Притом он сохраняет классического Чайковского Но это действительно будет очень хороший концерт Я советую приходить Да, и это ведь его выбор Вообще Фуат Ибрагимов Это восходящая звезда Да, согласна Это дирижер Который уже входит в плеяду выдающихся дирижеров То есть он хотя начинающий Но тем не менее известен во всем мире И его приглашают и ведущие оркестры мира И действительно для Риги это очень почетно И насколько я поняла, что это именно его выбор Сыграть Пятую симфонию Чайковского И это очень хороший выбор для нашего оркестра Потому что мы очень романтический оркестр И русскую музыку мы очень любим Все-таки мы выросли на этой музыке И это у нас в крови И мы это делаем очень хорошо И вот Моцарт Это немного совершенно другая музыка Там будет солировать Мартин Шцирсенис Прекрасный кларнетист И будет звучать как раз концерт для кларнета И симфонического оркестра В Гвольгинге Амадея Моцарта Казалось бы, абсолютно полярные композиторы Композитор-представитель венской классики Это XVIII век И Петр Личаковский Романтизм XIX века Но поэтому они разделены Один в первом отделении Второй во втором отделении И, конечно, прекрасная дирижерская работа Когда один и тот же оркестр Может звучать совершенно по-разному Но будем стараться Я всегда замечала о том, что Насколько оркестр в руках дирижера Казалось бы, дирижер стоит Как многие говорят, размахивает палочкой Но на самом деле, как он собирает оркестр Как он выстраивает линии Конечно, это лидер Это лидер, который нас ведет в путь Или романтический, или классический Я имею в виду по поводу стиля И в данной программе лидер действительно у нас ведет И мы хотим идти за ним И мы действительно рады Стремитесь показать то, что он Да, да, да Он вытягивает из нас И все, да, это самое главное И он очень любезный, хороший и добрый человек И он работает с оркестром действительно Все с улыбкой, с юмором И это, ну, да Но это дорогого стоит Это мы рассказываем о дирижере Еще раз повторю Фуат Ибрагимов Который будет дирижировать С нашим симфоническим оркестром 13 декабря в Большой гильдии В программе Вольганг Амаде Моцарт Концерт для кларнета и симфонического оркестра Солировать на кларнете Будет Мартинш Цирсонис А во втором отделении Петр Личайковский С его гениальной Пятой симфонией В этот же день В Домском соборе Программа называется Венни Эммануэль И за органом Айгарс Рейнис Это музыкальный директор Домского собора Выдающийся органист Тонкий мастер регистровок Я когда впервые услышала его В церкви Святой Гертруды Где он до этого являлся главным органистом Удивилась, насколько он тонко подходит к органу И насколько у него произведение звучит совершенно иначе Чем у многих других органистов И вот на мой взгляд, что Айгарс Рейнис Это один из лучших органистов современности Своего поколения Также в этот вечер будет вокальная группа С холоконтором Рига И в программе у них Айган Себастьян Бах Композитор XX века Великий импровизатор французский Шарль Турнемир У него гениальные произведения для органа И чрезвычайно сложные Вообще французы, органисты Шли по пути максимального усложнения органного текста И максимальной виртуозности У них была заложена, начиная с Луи Вьерна Игра наизусть То, что многие органисты Мы всегда играем по нотам Как дирижеры То французы И все, кстати Ну, редко, да Но французская школа Как раз предполагает игру наизусть Потому что это заложил Луи Вьерн Который был У него было сначала просто плохое зрение А потом он ослеп И он просто не мог играть по нотам И эту традицию заложил Луи Вьерн И её подхватили даже и зрячие органисты Шарль Мария Видор И дальше Многие это Марсель Дюпре Шарль Турнемир Но стоит отметить, что Произведения стали настолько сложными Настолько виртуозными Что их невозможно было, наверное, даже играть по нотам То есть действительно нужно было выучить Для того, чтобы превосходно исполнить И это прекрасные произведения Которые любят исполнять органисты Потому что написано много современной музыки Но именно французам лежит пальма первенства в том Что эта музыка ещё и прекрасно слушается Потому что часто бывает, что музыку приятно играть Органистам, её приятно учить Но слушатель не подготовлен к этой музыке И он не понимает, что это за какофония Что это такое То есть этой музыке должно пройти ещё какое-то время Для того, чтобы её осознали Для того, чтобы она стала близка Для слуха То вот, например, Шарль Турнемир, Марсель Дюпре Это композиторы, которые уже сейчас понятны слуху Ну, кстати, помимо этого у них в программе У Айгора Рейниса будет ещё грегорианские песнопения Ну и импровизации Потому что Айго Рейнис прекрасный импровизатор Это отдельная, мне кажется, специализация Которой также не все владеют органисты Я знаю, что у нас ещё прекрасно в Риге Импровизирует его супруга Илза Рейне И, кстати, вот до того, как мы начали передачу Илза Кирсанова, наша гость и скрипачка Сказала, что её компаньон Органист Яни Скарпович Также прекрасно импровизирует И у них проводятся концерты Если я не ошибаюсь, вы регулярно делаете для туристов Да, мы делаем концерты для туристов Которые происходят в летний сезон А, только в летний, да? Да, в летний сезон Ну, потому что, во-первых, мы делаем концерты В конкретной церкви Святой Богоматери И там, к сожалению... Это рядом с Англиканской церкви Голубое, красивое здание Сейчас уже отремонтировали орган Он уже в хорошем состоянии Но, к сожалению, там зимой холодно И мы там... Алло А, вы знаете, у нас сейчас звонок Илза, извините, я вас перебила Да, мы вас слушаем Можете одеть наушники Здравствуйте Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос Вопрос такой Тут был один органист, Джон Лорд Он сказал, я вашего Баха Одно-левый сыграю Причем чисто Попробуйте мою программу сыграть Джон Лорд Это солист группы Депарпол Вот что вы можете пояснить, Настя? Спасибо за звонок Ну, вы знаете, сыграя... Пускай он нам сыграет концерт Баха одной ногой Потому что, извините, Аган Себастьян Бах На самом деле, это вообще вершина органного искусства Согласна, абсолютно Не только органного Я вообще считаю, что музыка Баха Это вообще базис для всех остальных стилей музыки Вот, а Депепару, ну что, мы можем записать И на самом деле эту музыку действительно может исполнить каждый академический исполнитель Потому что вы не представляете, сколько лет учится музыкант У нас осталось вот несколько минут до рекламной паузы Илза, расскажите, сколько вы учились играть на скрипке? Во сколько вы начали? Да, вот я начала в 6 лет Сейчас уже больше 30 лет я играю на скрипке Это ежедневные репетиции? Это ежедневный труд Ну, так же, как спортсмены Мы тренируемся каждый день И, ну, это нужно для нашей профессиональной личной эволюции Без этого просто никак Так же, как балетмейстеры Так же, как спортсмены Мы тренируемся каждый день И, ну да, это ежедневная работа Притом мы ее, свою профессиональную деятельность Мы начинаем уже с 6 лет Вы сразу начали играть на скрипке? Или был какой-то другой инструмент? Да, я сразу начала играть на скрипке И мне сразу очень понравилось И я также начала играть на фортепиано Я обожаю оба инструмента Но скрипка все-таки моя специальность Скрипка с русского языка Почему говорят скрип? То есть почти во всех языках Это виолин, виол То есть, да, гораздо это виолы по-латышски А скрипка от слова скрипеть И действительно, когда дети начинают играть В основном это так Звук похож именно И наши дорогие слушатели, например, Начнут набирать слово скрипач Или, как часто я, когда пишу анонсы, пишу С известным скрипачом Мне всегда Правит компьютер скрипучом Потому что это действительно так Когда детки начинают играть Звук больше похож на скрип Сколько времени проходит, когда появляется настоящий звук Я вообще могу сказать, что по моему мнению Скрипка вообще самый сложный инструмент Так и есть Да, потому что это действительно Это, во-первых, две разные техники Техника смычка И техника, ну, скажем, мы это называем техника правой руки И техника левой руки Которая делает две абсолютно разные техники Две абсолютно разные работы Притом мы должны контролировать много вещей Это и ритм Это и интонация Это постановка рук Это постановка нашего тела Это, притом, это в тот же момент Мы думаем о музыке О извлечении звука Притом звук на скрипке Апс очень разный Это и техническая музыка, виртуозная Это и, ну, скрипка действительно сложный инструмент Поэтому мы начинаем в шесть лет И, ну, конечно, это очень индивидуально и по-разному Есть дети, которые развиваются очень быстро Начинают играть уже хорошо, очень быстро Есть дети, которые развиваются помедленнее Но, да, это действительно очень сложный инструмент И к скрипке мы вернемся с вами Просто небольшой рекламной паузы Мы продолжаем культурную среду У нас в гостях прекрасные гости Скрипачка Илза Кирсанова Мы закончили первый блок нашей передачи Тем, что рассказывали, насколько сложно играть на скрипке И, на самом деле, я знаю, что очень-очень много музыкантов Которые начинали играть на скрипке, сдаются Не продолжают свой творческий путь И, кстати, например, в России, когда дети обучаются Их не разделяют, особенно в магистратуре На соло музыканта и оркестранта А вот в Европе есть такая традиция Где сразу при поступлении выбирается путь Будешь ли ты работать в квартете или в оркестре Или же будешь сольным исполнителем Потому что это абсолютно-абсолютно разные направления И даже работа с интонацией, со звучанием скрипки Вот вы сейчас являетесь сольным исполнителем И также работаете оркестрантом Насколько легко вам совмещать эти два плана? Ну, вы знаете, мне сейчас уже легко Может, мне просто повезло Ну, вы же и учились, фактически, сначала на сольного музыканта в академии Да, ну, как вы сказали Как вы сказали, у нас в нашей образовательной системе У нас не делят музыкантов на оркестрантов и на солистов Мы все учимся играть на скрипке все-таки как солисты И, может, с какой-то стороны это и правильно Потому что, ну, все-таки это один и тот же инструмент И в любом случае, неважно, ты солист или оркестрант Ты должен им владеть хорошо Но все-таки есть, вот как вы сказали Специфика вот именно конкретной профессии оркестранта или солиста Это во многом мире это разные вещи Я бы даже сказала По моему мнению, в основном это работа с нервной системой Потому что все-таки быть на сцене одному И контролировать все одному И быть солисту Это немножко, ну, это немножко другая работа Чем работать в оркестре, где вас 90 человек И вся ответственность делится на 90 человек Ну, конечно, это не значит, что Если ты солисту и играешь лучше, чем оркестрант Это просто разные направления, я бы сказала так Ну, в оркестре сколько происходит репетиций? Вот вы сейчас репетируете Пятую симфонию Чайковского Да, в оркестре обычно очень конкретно Четыре-пять репетиций и концерт Сколько по времени? Четыре-пять репетиций, по сколько часов? Ну, репетиция примерно длится три-четыре часа Одна репетиция Это полностью, то есть я, насколько я знаю, что репетиция Еще также делится по группам То есть вы должны своей группой струнной То есть скрип Это не во всех программах Если есть программа, где это действительно требуется Тогда мы делаем дополнительные репетиции Именно вот, например, для струнных Духовые делают для духовых инструментов Но это не всегда Это в каких-то очень особенных случаях В основном мы репетируем вместе, как симфонический оркестр И да, это три-четыре часа в день Обычно в понедельник мы начинаем И в пятницу у нас концерты Бывают программы, когда мы вынуждены подготовить программу очень быстро И в нашем оркестре это работает очень хорошо Мы это умеем делать Но как солист это, конечно, абсолютно другая работа Ну да, то есть это когда солисты, вы должны индивидуально каждый проработать Это индивидуальный труд ежедневный Но есть, ну это тоже, я думаю То есть тоже зависит от программы Конечно, конечно Во-первых, от программы Во-вторых, от, не знаю, каких-то индивидуальных способностей Кто-то учит текст Это, я думаю, так же, как актеры Кто-то учит текст быстрее Кто-то для кого-то нужно больше времени Я, например, люблю, я вообще очень люблю процесс подготовления программы Я очень люблю тренироваться Мне нравится видеть вот это развитие И потом, конечно, в конце это только один концерт Иногда их несколько Но в заключении ты иногда тратишь, не знаю, десятки часов на подготовление И у тебя есть только один конкретный момент Один час на то, чтобы вынести Да, чтобы все это показать Никто не знает, сколько требовалось времени И, по-моему, это даже не важно Кто-то может это подготовить за, не знаю, там, 2-3 дня А для кого-то требуется 20 дней Но, в конце концов, самое главное – это результат Но мне нравится вот этот процесс подготовления Как вы выбираете программы? Какие ваши любимые произведения, которые вы любите исполнять? Может быть, композиторы, которые включаете из раза в раз программу? Я не говорю одно и то же произведение Ну, знаете, у меня, я думаю, я вообще люблю музыку как таковую Я очень люблю виртуозную музыку Я очень люблю лирическую музыку Я обожаю баха Я очень люблю играть баха У меня в репертуаре очень много произведений баха Я вообще очень люблю музыку, которая написана именно для скрипки соло Потому что в основном скрипка играет в ансамблях Или это соло с оркестром, или это соло с аккомпанементом Или это скрипка в каких-то ансамблях, ансамблях, извините, камерных А я именно вот люблю произведения, которые написаны только для одного инструмента Ну, это как раз есть Суиты Баха, Саната Суиты Баха, да Таких произведений очень много А что еще? Какие еще произведения? Вот я, один из моих произведений, которые у меня в репертуаре Я очень люблю его играть, уже много лет подряд игра Это Пасакаля Бибера Это прекрасное, да Да, очень такое мощное произведение Ну, вообще, сама форма Пасакаля, вариации Я их очень много написала Ну, конечно, она Чекона Баха точно так же, да? Да, но произведения Баха очень много из романтической музыки Тот же самый Изаи, который уже из романтической музыки Ну да, Изаи действительно много написал для скрипки Да, есть произведения много, просто они не так часто играются Потому что такого формата скрипка, соло, концерты, это вообще редкость Вот у нас сейчас как раз ваш коллега Алексей Колесников Дает концерты для скрипки соло У вас бывали такие прецеденты, когда вы играли именно, ну, целиком концерт для скрипки соло? Да, у меня вот предыдущий мой проект, мой концерт, который назывался «Красота» Ну, по-латрически это звучит «Skystorms», по-русски, может, это звучит так очень… Попроще, попроще, да Вот это как раз концерт, который состоял только вот из сольной программы И вот сейчас я готовлю следующую программу, которая будет состоять тоже вот только из сольных я… Для скрипки соло, да? Да, я очень люблю, люблю вот быть одной на сцене И вот это мой монолог, да, вот монолог, мой рассказ Мне это очень нравится, вот это чувство, когда вот всё, всё под твоим, как бы, контролем Это очень прекрасное чувство У нас с вами запланирован концерт на 4 января Да, да, с нетерпением жду, такая музыка И там, кстати, будет очень интересная программа, я хотела бы немножко забежать вперёд Потому что, к сожалению, до 4 января я уже не смогу встретиться с нашими дорогими радиослушателями Поскольку следующую среду я пропущу, буду в России А потом праздники, праздники, 25 декабря выпадают на культурную среду и 1 января А концерт у нас с Илзакирсановым запланирован на 4 января И там будет щелкунчик в очень необычном составе Это скрипка Илзакирсанова, арфа, Екатерина Суворова, которая играет в оркестре латвийской оперы Ирина Валикжанина будет играть на виолончели, опытница Московской консерватории И я буду играть на органе И вот такой состав очень неожиданно сложился И нам делает аранжировку сюиты из балета «Щелкунчик» Московский композитор Анастасия Ващина И мы все с нетерпением ждем эту программу Потому что, мне кажется, состав получился очень оркестровый Илза, вы играли в таком квартете до этого? Нет То есть чтобы арфа, скрипка и алончель Кстати, мы очень хорошо знакомы, мы много с ней играли дуэтом Именно скрипка и арфа играли, да? Да, да, да Это очень хороший, очень гармоничный ансамбль Именно вот скрипка и арфа А какой репертуар есть для такого ансамбля? Вы знаете, репертуара, кстати, немного В основном это аранжировки, приложения Но есть, конечно, оригинальные сочинения Написаны для такого состава Но в основном это наши аранжировки Вы сами их делаете? Вы знаете, что-то делали сами Что-то нам кто-то помогал Да Ну это прекрасно Ну, на самом деле, арфа – это такой же сложный инструмент Очень много струн Очень много струн, плюс ко всему еще очень много педалей И, знаете, есть такая шутка Кто играет на рояле, тот его и носит Но это просто шутка шуткой А вот с арфой все сложнее Обычно раньше на арфе всегда играли мужчины Вплоть до 20 века Это был исключительно мужской инструмент На нем играли только мужчины С 20 века Инструмент, когда стал использоваться в дворянских салонах Он перешел в женскую епархию И сейчас встретить мужчину-арфиста Как говорится, днем с огнем не сыщешь Но есть исполнители Но это единицы Это стал инструмент такой прекрасный Когда за ним сидит прекрасная девушка В прекрасном платье Это инструмент, который сохранил Вот эту Свою, знаете, как бы историческую Вернее, даже не историческую А именно то, что случилось в 19 веке Когда за ним стали играть дворянские девушки Девушки-представители дворянства В красивых платьях Это, кстати, сохранилось Немножко в стереотипе В таком немножко ретро Потому что многие исполнители сейчас Предпочитают играть Весьма скромно одеваясь Даже скрипачи Не всегда девушки выходят в нарядных платьях А предпочитают сыграть в брюках И прочее То есть как бы переходят на такой Другой формат одежды А вот именно арфистки Вы никогда не увидите Ни одну арфистку в брюках Это действительно девушки С длинными волосами Накрученными В прекрасных платьях И которые музицируют И вот у нас такой концерт будет 4 января С прекрасной арфисткой Екатериной Суворовой И там же будет солировать Наши гости Илза Кирсанова И еще Виолончелистка Ирина Валикжанина Я буду играть на органе И это все Щелкунчик Петра Ильича Чайковского Илза, как у вас отношение Вообще с Чайковским? Ой, отличный Особенно с Щелкунчиком Особенно с Щелкунчиком А все-таки Чайковский Не обделил скрипку Своим вниманием У вас есть какие-то еще Любимые сочинения Которые вы любите играть? Ну, конечно Концерт Чайковского Для скрипки А вы играли его с оркестром? Да, я играла его с оркестром О, как прекрасно Да, это было Это такое Очень приятное чувство Из Чайковского много Ну, Чайковский Он очень хорошо писал Именно для скрипки Он мелодист Хотя сам на скрипке не играл Да, он все-таки мелодист И его Его очень легко играть на скрипке Эти произведения Они как бы звучат Сами по себе Притом Чайковский Он Там не нужно ничего придумывать Он написал уже абсолютно все Там уже все написано Это только нужно Хорошо исполнить Просто выучить и сыграть Да Просто выучить и сыграть Да А с Челкунчиком У меня отношения Уже с детства Когда Это такие У меня Такое очень Очень хорошее воспоминание С детства Когда мама Меня водила в оперу В то время Вообще было очень много Детских всяких спектаклей И балетов И маленьких оперет Сейчас их К сожалению Намного меньше Потому что у меня У самой сына Ему пять лет И мы вот Ищем Даже Скажу Ищем Вот такие мероприятия Когда ходить И в конце концов Мы решили Ну давайте будем тогда Ходить на Просто уже серьезные Взрослые концерты И как он выдерживает Пять лет Ребенок Сейчас уже хорошо Сейчас уже хорошо Ну конечно Бывают такие концерты Когда Ну ему просто Что-то не нравится Так же как нам Просто мы взрослые Умеем себя уже контролировать А не Дети обычно Если им что-то не нравится Они это Не скрывают Да Они более непосредственные Своих эмоций Да Ну вот кстати Про детей Я очень жду Вот этого концерта Ну вот этот концерт У нас будет 4 января На самом деле Щелкунчик уже стартовал В опере Каждые выходные В 12-18 часов Провод Балет Где целиком Произведение звучит Потому что мы 4 января будем играть Лишь Сюиту Которую сам сделал Петр Ильичайковский Говорят Во-первых Премьера Щелкунчика Была ошеломлительной Но также И Симфонический концерт Где он сам Сделал выборку Из Отдельных номеров Балета И говорят Всю сииту Повторили дважды На концерте Русского общества И Помимо Самой сииты Мы попросили Анастасию Ващину Которая делает Аранжировку Для нас Включить Еще знаменитая ПДД Из этого балета Для нас Но на самом деле Для детей Не так уж и мало Сейчас проводятся Мероприятия Это конечно И спектакли В Кукольном театре Но также 15 декабря Это В зале Спитере Делает Прекрасный Перформанс Карина Берзиня Музыковед И они делают Замечательный Такой как бы Мини спектакль Музыкальный Гензель Гензель и Гретель У них будет В 11 В 13 часов В 11 уже все билеты Закончились А в 13 часов Билеты есть И это на русском языке Они делают спектакль На двух языках На латышском И на русском И вот этот спектакль В воскресенье 15 декабря Будет на русском языке Там будет Трио Фортепиано Скрипка Виолончель Помимо этого Еще будет Танцор Карина Берзиня Прекрасный Музыковед Старой Закалки Она будет Рассказывать Сказку Также будут Детский Хор Солисты Еще Много Много Всяких Приглашенных Такая Рождественская Сказка На которую Они все Приглашают И билеты Там вполне Если я не ошибаюсь По 8 Или по 10 Евро И я очень Рекомендую Этот спектакль Можно Начинать С детишками Фактически Которые уже Умеют сидеть С полутора лет Я когда впервые Попала на этот спектакль Заметила Что Там Маленькие Пуфики Расположены Детки могут Выходить на сцену Иногда Участвовать В этом Спектакле Никого Не прогонят Со сцены И Там Чудесная Атмосфера Потому что Зал Камерный И Дети Прекрасно Себя там Ощущают То есть Это не такой Концертный зал Как в Большой Гильдии Или в Малой Гильдии Где ты пришел И должен Строго сидеть Это вообще не академическая Атмосфера И там Вот это Такое Можно сказать Такая домашняя Обстановка И Которая Способствует Восприятие музыки И знакомство Музыкой А музыка Будет прекрасная Там будет Гайден Моцарт И Шуберт Представители Венской Классики Я вас приглашаю На этот замечательный Спектакль 15 декабря В 13.00 И Конечно же Для детей Будет И опера Путни В Латвийской Опере И конечно же Щукунчик На который стоит ходить Илза Вы делали программы Для детей Сами Нет Вы знаете Нет Я участвовала В программах Для детей Но сама Я никогда Не организовала Такого Такого Еще не было Это еще впереди У нас На предыдущей программе Была Татьяна Чегорская Музыковед И пианист И она Как раз Проводит Цикл детских лекций Каждое воскресенье На Кришнина Барна 136 И Там Она Как раз Рассказывает Лекции Немножко Играет И Она Сама Из Белоруссии И Закончила Минскую Консерваторию И Мы с ней Разговаривали О том Что Раз мало Мероприятий Детских Значит Надо что-то Делать Самому И Вот Вы Сейчас Сказали Что Часто Ищете Куда Вы Сводить Ребенка А вот Не возникало Такого Желания Чтобы Раз Нет Мероприятий Значит Нужно Организовать Самой Ну Вот Сейчас Восьму На заметку Да Что-нибудь Придумаю Не Ну Мы 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 Всегда Находим Что Делать И Мы Находим Натан Он Достаточно Уже Взрослый Чтобы Ходить На Взрослый Мы Ходим Уже На Взрослые Спектакли На Взрослые Концерты У Нас Нет В этом Проблемы Но Это Интересная Идея Да Надо Об этом Подумать Потому Что Дети Это Очень Специфическая Аудитория Да Это Интересно Надо Будет Подумать Об Ну Что У нас Касается Афиши Дальнейшем 16 18 Декабря Борис Эйфман Привозит Спектакль Эффект Пигмалиона Это Знаменитый Балет Который Завоевал Много Престижных Наград В России И 16 Декабря В Латвийской Опере 16 18 Декабря В 20.00 Это Будет Представление Мне Мне кажется Что Любителям Балета Стоит Сходить В принципе У Бориса Эйфмана Всегда Достойные Балетные Постановки Которые Стоит Увидеть Это Совмещение И классики И современного Танца И всегда Интересной Музыкой И его Постановки Никого Не оставляют Равнодушными Хотела бы Также Пригласить Наших Дорогих Радиослушателей На концерт 26 Декабря Будет Выступать Будет Программа Авы Мария В Англиканской Церкви Это В Старом Городе Выступать Будет Анастасия Лебедянцева Медсопрана И Кстати Анастасия Лебедянцева Приглашенная Солистка Литовского Оперного Театра Выступать Также Будет Сопрана Солистка Латвийского Оперного Театра Юлия Васильева И в Произведения На католическую Молитву Авы Мария Это Бахгуно Джулио Качини Который На самом деле Владимир Вавилов Это Шуберт Ну и Также Менее Известные Композиции Там Будет Гамес Там Будет Пиезу Вебера Программа Очень красивая Но Интересно То Что В конце Мы Исполним Я буду Акомпанировать Исполним Это Вот Лукшину Да То есть Молитву Светлая ночь Погасят Свет Каждому Пришедшему Раздадут Свечи И мы будем Все вместе Да Можно все вместе Еще и подпеть Если кто захочет А если нет То такой дуэт Прекрасный Анастасия Лебедянцева Юлия Васильева Дуэтом споют Заключительную песню 28-го Следующий концерт Моего цикла Иоганн Себастьян Бах Все сочинения Для органа Это третий концерт Цикла Который я исполню В течение двух лет Я планирую Исполнить все сочинения Для органа И здесь будет полностью Рождественская программа Это Прелюдия Фуга Ре Мажор Ранее Виртуозное Сочинение Иоганна Себастьяна Баха Которое Как Как Никакое Подходит Именно к Рождеству Это Рождественские хоралы Из органной книжечки Из лейпцигских хоралов Конечно Сплошь Мажорная Музыка А также Выступит Юрий Савкин Выдающийся Рижский скрипач Концертмейстер Группы скрипок Симфонического оркестра Латвийской оперы Он сыграет Сонату Для скрипки Соло О которых Сегодня Как раз Рассказывала Илза Кирсанова Которая Очень любит Исполнять музыку Баха Ну и конечно же Я приглашаю На наш концерт 4 января В котором Принимает Участие Наши гости Илза Кирсанова И солистка И оркестрант Симфонического оркестра Латвийского Симфонического оркестра И 4 января Помимо Нашего Снидуэта С нами У нас будет Квартет Принимает Участие Екатерина Суворова Орфистка И Виолончелистка Ирина Валикжанина Илза В заключении Нашей программы Расскажите Какие у вас Еще концерты Будут уже Я так понимаю В январе Да Есть еще Концерт В декабре 31 декабря 31 декабря Праздничный концерт Который По-моему Даже будет Транслироваться По телевидению В Рижском соборе Там мы будем Играть В Домском соборе В Домском соборе Да Там мы будем Играть С С моей Очень хорошей Знакомой Органисткой Кристиной Адамайта С которой мы Много Играем Вместе И это Всегда удовольствие С ней Музицировать Потом 25 января У нас будет Очень хороший Концерт Приглашаю Всех В церкви Святой Гертруды Там мы Будем Играть С моим Тоже Очень хорошим Знакомым Партнером Органистом Янисом Карповичем О которого Мы уже Говорили Да Там У нас Очень интересная Программа Которую Мы называем Вечер Шедевр Мы играем Очень Очень хорошую Очень Очень популярную Музыку Что-то из Киномузыки Что-то из Классики Каждое Произведение Так получилось Что в Миноре И вот Мы как раз Покажем Какой Разный Бывает Минор Не всегда Он Минор Скучный И драматичный Минор Бывает Очень веселый И мажорный И вот Светлый И светлый Да И вот Приглашаю Всех Это будет Очень Очень Интересно Об этом Концерте Мы еще Успеем Вам Рассказать Это будет 25 января Из ближайших Концертов Это 31 декабря Илза Кирсанова Будет играть С Кристиной Адамайте 31 декабря В 16.00 В Домском Соборе Дорогие друзья Ходите на Классическую Музыку Сегодня у нас В гостях Была Илза Кирсанова Ну а я вас Поздравляю С наступающими Рождественскими Праздниками Всего доброго Всего доброго Рождественскими